Привет всем! Вы на канале ТопАрми. Транспортник Ан-72 должен был взлетать с любых взлетно-посадочных полос. Чтобы решить эту задачу, опробовали более 30 вариантов шасси, среди них и на воздушной подушке. Решить современные инженерные задачи на малом самолете труднее, чем на большом, поскольку конструктор ограничен размерами машины, а для безопасности полета все равно нужно иметь тот же состав оборудования, писал великий советский авиаконструктор Олег Антонов. Он построил самый массовый грузопассажирский Ан-2, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире машина, которую выпускали более 60 лет. В конструкторском бюро Антонова родились проекты самолетов-гигантов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Марье». Шасси на воздушной подушке испытывали на созданном на базе серийного Ан-14 экспериментальном Ан-714 в Куйбышеве, однако Антонов не первый, кому пришла в голову такая идея. В 1939 году в ЦАГе на учебно-тренировочную машину УТ-2 поставили резиновый баллон со встроенным вентилятором, работавшим от 25-сильного мотоциклетного моторчика. Воздух исправно нагнетался в камеру внутри кольца баллона, и взлет ничем не отличался от старых обычных машин. В 1941 шасси на воздушной подушке разработали для ПЕ-2. Баллоны разместили под мотогондолами. Воздух после взлета из баллонов выпускали. Они втягивались в задние отсеки гондол и закрывались створками. Дело тогда дошло только до рулежных испытаний, затем началась война и тему прикрыли. ШВП на Ан-714 проектировали в Куйбышеве по схеме, опробованной на ПЕ-2. В 1970 году экспериментальная машина совершила первый полет. Шасси представляли три несущих баллона троида из прорезиненной ткани весом 28 кг каждый. Они располагались на местах крепления стоек шасси. Сверху каждого баллона устанавливался гидромотор ГМ-36 мощностью 22 л.с. с центробежным ротором. Привод от маршевых двигателей самолета через систему гидравлического вала. Испытания показали, что рабочее давление 850 кг на квадратный метр было высоким, а общая площадь ШВП оказалась низкой. Это вело к тому, что струи воздуха, даже меньшие силы, размывали грунт и комья земли, и камни разлетались вокруг. Попадали в воздухозаборник двигателей и ШВП самолета. В ОКБ Антонова учли эту особенность и при проектировании Ан-14Эш постарались уменьшить давление. В состав гибкого ограждения входил надувной троидальный баллон со специальными внутренними торами вокруг точек. Всего четыре пары, через которые поступал воздух. Он поддавался от турбоагрегата ТА-6А1. Установлено внутри фюзеляжа пчелки Ан-14. Конструкция автоматически создавала восстанавливающий момент в случае крена самолета. Благодаря расположению расходных точек на значительном удалении от края гибкого ограждения, рядам протекторов, которые образовывали лабиринтное уплотнение, создавалось сопротивление истекающему воздуху. Он на выходе нес энергию меньшую по сравнению со схемами ранее применявшихся гибких ограждений. Поэтому давление пчелки около крайнего протектора было в два раза ниже подушечного расчетного. Гибкие ограждения с площадью равной площади крыла Ан-14 для уменьшения сопротивления ШВП в полете можно было убрать в контейнер. Схему отработали на двух самоходных моделях массой 600 кг и на платформе с натурным шасси на воздушной подушке, на которой проводились выпуск и уборка гибких ограждений. Ан-14 Эш испытывали достаточно долго. Экспериментальная машина намотала 700 км взлетов и посадок на самых разных ВПП. Испытания показали, что удельное давление ШВП на поверхности в 100 раз меньше, чем у колесного шасси. Машина могла взлетать с грунтовой полосы длиной всего 117 метров. Для того, чтобы подняться в воздух со снежной целины, ей нужно было разбежаться 130 метров. Однако в серийное производство пошел Ан-72 с колесным шасси. Эффект воздушной подушки пытались использовать для фронтового истребителя МиГ-29. Его трехопорное колесное шасси задумали поставить на три тележки со встроенными двигателями, которые и нагнетали бы воздух систему. Их довольно метко прозвали калошами. Однако столкнулись с проблемой. 29-й взлетал со скоростью 300 км в час. И случись такое событие с шасси, оборудованными калошами, по ВВП понеслись бы разные стороны три тележки ШВП. В общем, от греха подальше реализовывать идею не стали. В России интерес к подобным шасси не потеряли, но и особых успехов не было. В 2012 году пять многоцелевых самолетов на воздушной подушке «Динго», созданных в Нижнем Новгороде, порезали за долги. Машина могла садиться на любую достаточно ровную поверхность, но у разработчиков не хватило средств на доводку изделий. В 2015 году на авиасалоне в Жуковском представили самолет на воздушной подушке «Черрок». Он демонстрировался и на гидроавиасалоне в Еленджике. Разработчики 20 лет ищут средства для постройки этого сверхлегкого самолета-амфибия с шасси на воздушной подушке. В стране огромная нужда в налаживании регионального воздушного сообщения. Почти исчезла некогда развитая сеть малых аэродромов. И такой самолет мог бы стать палочкой-выручалочкой в экстренных ситуациях. Машина с ШВП незаменима на высоких широтах, поскольку посадка на лед самолета с колесным шасси более опасна. Такую технику могли бы использовать и военные для скрытой высадки диверсионных групп. А на этом все. Вы были на канале ТопАрми. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.